В КАИ сейчас университет наш, что действительно подготовка была серьезная. Нам всегда говорили, можете не запомнить формулы, можете все забыть. Главное, чтобы вы научились работать с лидературой и знали, где это взять, где эту формулу найти. И я это часто вспоминала, когда именно искала в архивах то, что хотела найти. И славу мне как-то, как говорится, силы высшие помогали. Столько с этой книгой было связано интересных моментов, открытий. И я просто благодарна всем здесь сидящим, многих вижу, с которыми я работала. И кто мне помогал, может быть, меня даже не зная, потому что я работала с лидературой. Я в своей книге пишу все эти благодарности нашим местным краеведам, которые очень тоже частично все это оборабатывают, раскладывают. И вот, слава Богу, все это сейчас можно найти в интернете или на толках библиотек. И всем этим я, конечно же, воспользовалась. Ну, а то, что вот эту книгу действительно мы, можно сказать, сперстали вместе с моим вдохновителем, с моим давним другом, с моей подругой, с моей кумой, Ирина Николаевна Жиранская. Это тоже было, конечно, чудо, и мы с ней лишний раз вместе поработали. И благодаря вот этому моему герою теперь мы, как говорится, испанчужились с его именем на устах и просыпались. Потому что действительно этот герой не только он, он, а все те, которых я действительно тронула, совсем чуть-чуть, совсем немного. Все остальные руководители Орта Николаевского 2020 года, я о них скажу, конечно, это вообще действительно оказалось делая видно. И они нас одновляли, находились в новой какие-то группе, где буквально информация, и всему этому мы радовались и пытались выписывать уже вот эту совсем небольшую уже книгу. Конечно же, это ведет к тому, подводит нас к тому, что все-таки придется писать и в дальнейшем об остальных героях, которые даны просто как биографическая справка. Алон Расканович Юстус, это действительно удивительный человек, оказалось герой, который всех их объединил и по сути, по сути, он проработал в Николаевском порту с 1885 года по 1917 год. Не выезжая никуда, он здесь все время жил, жил в порту прямо с 1904 года, когда был построен здание, а потом вам это сейчас все покажу пока как в общих словах, он там жил и работал, то есть, можно сказать, не выходя прямо со своего рабочего места. Поэтому вклад его, конечно же, огромен, и о таком личности нельзя было не рассказать. А все остальные, тоже здесь они были начальниками порта, получается, он их всех знал, они были все, он был начальником работ, управления порта, а было еще и портовое управление, административное управление, которое занималось именно конкретным управлением порта. Но приступим к угрозу каждого числаства.